У нас обучение проходит на 13 факультетах, но вам интересен факультет, потому что некоторые получают квалификации, научатся и селиками. Про 10 факультетов вам я Михаиловна сказала, как проходит этапа вступления. Сама я закончила факультет подготовки визнавателей, это новая факультет, она образовалась в 2008 году. Вот у меня был второй выпуск данного факультета. Но в сегодняшний день идет преобразование в сторону следственных органов. Поэтому у нас как-то сейчас сокращается набор наследственных факультетов. В среднем числа сейчас 30 человек, но больше набор идет на дознание. Я поступала, у нас было ранее 10 человек нас набрают. Сейчас первый курс это 127 человек. Значит, в два раза расширился. Если после 5 лет обучения вы не захотите проходить службу в практических подразделениях, то вы будете выплачивать. Также, если вы будете отчислены из университета, увольны за органы внутренних дел на любом курсе, вы будете также выплатить. Возмещается все деньги университета, вы затрачены на ваше образование. Но в год это в среднем 200-250 тысяч рублей. Так что серьезно нужно думать, относиться к этому тоже серьезно. Потому что там, кто-то, как вы говорите, за уши не тянет, все учится. Также у нас 10 факультетов. Снова вам говорили про Волгину, да, то, что это метро Беляева, Конькова, Льго-Западная. Это центральная площадка. Там обучаются у нас следователи, эксперты, криминалисты, сотрудники. В культете подготовки оперативных сотрудников и международный право в культе. Экономисты у нас проходят обучение на... У них находится площадка на Свиблова, дознание метро Черкизовская, участково-уполномоченные Бобруйка, психологи и информационная безопасность у нас в метро Войковской находится. Что касается областного филиала, да, задавали вопрос. Вот. Мы выезжаем туда, ну, Московский университет выезжает туда на учебные пилевые занятия, стрельба. Вот. На первом, третьем курсе. Вот. Были там неоднократно. Ну, у них казарменного типа, как свой город, очень большая территория. Вот. Их там специальные полигоны, то есть хорошо оборудовано все, интересно. И хорошая, ну, такая материально-техническая база, то есть то, что касаемо проживания у них. Ну, есть казармы, конечно, но сейчас основной казарм, это для тех, кто приезжает туда, так вот, на несколько дней на обучение, а так, кто учится, там постоянно у них квартирного типа, достаточно приличное общежитие. Кто куда нацелен. Ну, лучше сразу выбирать факультет, в котором вы планируете работать, потому что, как часто происходит, вот, то же самое идут на психолога, да, приходят практически подразделения, либо мест нету. Вот. Поэтому нужно четко знать с кадрами, состыковывать. Предусмотрено, да, общежитие. У нас есть почти на каждой площадке. Вот я и Сергею в посаду. Мне предоставлялось общежитие, места были. Просто кто-то, наверное, плохо выбивался. Да. Ну, это от площадки, в принципе, зависит. Вот на Черкизовской с этим проблем не было. Ну, может, у вас один общежитие там? Из Домоседова. Даже давали тем, кто рядышком был. А так вот, на Волге, на проблематичные, на Войковской. Ну, не знаю. Сейчас, в принципе, таки... Я считаю, что все учились у нас, все пришли, кто работали, все работают, никто не умер там. Кто-то сначала ездил, потом получил общежитие. А общежитие, значит, как, считай, казарменное положение. То есть, как сказала Настя, с утра у вас построение, и вечером построение, на котором вы обязаны быть. Если у вас, то есть нет никакой ночной жизни. Поэтому люди опять уходили из общежития, и опять продолжали вместе. Да, там построение нечестное. Не будет на построение у вас, по уважительной причине, уважительная причина, это рапорт, подписанный начальником курса. Либо больничный. Вот. В то, все. Будете писать объяснение, почему отсутствовали, и выселят вас из общежития. Ну, не знаю, у меня знакомые были, тот тоже обучался от Сергея Фасадова. Кто, ну, даже не от отдела направлялся, а жил здесь, все получали общежитие рано или поздно, но получали. Кто-то не очень, видимо, хотел. У нас на каникулах нету ездить за границу, или на них тоже распространяются? Вот, в месяц сейчас ограничения, которые ввели? Да, они распространяются на всех. Ну, сейчас же там есть четыре страны, которые можно посещать. Так, также рапорт пишите. Вот. Да, все отпускают, отдыхают два раза. Сейчас это два раза в год. Это новогодние праздники и летом, месяц. Вот. Это август, а и когда у вас будет практика на третьем курсе, кстати, да, после третьего курса у всех будет практика в практических органах, месячная. Вот. Будьте знакомиться, свои знания проявлять здесь, опыта добираться. Вот. Тогда там отпуск пораньше будет. А так, пишите рапорт, куда будете посещать. Вот. И вам дается разрешение от начальника университета. Ну, вот в этом году мы летом ездили вот в четыре страны. Там Тунис, Черногория, Объединенные Арабские Эмираты и Вьетнам. Подписывали аэропорта, то есть ездили. В этом плане так. Да. А медосмотры там есть какие-то ограничения? Медосмотр по здоровью, имеете в виду? Ну, там... В военном врачебном комиссии, да, вы проходите, смотря по какой группе, есть свой приказ, и у вас еще в направлении есть? Практика по месту жительства? Откуда вы направлялись? Вот, если умерет ваше дело. Если вы уходите, да, то есть если вы на следствие, значит, вы на практику приходите сюда в следственное управление, и здесь проходите. Если это розыск, значит, розыск, АБ, КТА, КТА. Да, как правило, практика по специальности, кто бы делал, формировал, то есть, ну, в сербик посадок возвращается. Также на пятом курсе. Вот, после окончания университета возвращается. Вот. И я вернулась, поработала тоже, ну, продолжила обучение в аюнктуре Московского университета. Вот. Так что такая возможность тоже есть. Закончить, пойти дальше. Полного обучения. Да, как вариант. Если вы по окончательному цели, одного кима, Каня Ильич, и они отработали, то есть мы спокойно можем прийти и не отстать, да? Конечно, можно. Ну, как бы я не знаю, что же это. Труд, конечно, не легкий. Если вы выбираете эту профессию, я считаю, что это должно быть осознанно. Потому что структура сама по себе сложная. Некоторые перелещают зарплаты, то, что не у всех будут с ровесниками, кто в гражданских возах обучается, у них там стипендия, ну сколько, 2-3 тысячи. Кто отлично учится, а вы будете в любом случае, начиная с первого курса, там в районе 8 тысяч, но с каждым годом это будет больше и больше. Если вы учитесь, там идет процентное соотношение, 25% получают те, кто сессии сдавал на отлично, и вот так вот неишь, 20%, там 5-4, и от этого зарплата зависит. Но потом, когда вы получаете, на пятом курсе получаете первое офицерское звание, младший лейтенант политики, все торжественно проходит в этом плане у нас университет. Что присягу вы принимаете на поклонной горе, а младших лейтенантов вам вручают на поклонной горе. Выпуск у нас 3 года подряд уже происходит на Красной площади, в торжественной обстановке, разрешение нам, совет президент. С участием министра внутренних дел, он тоже вручает нам тупо, мне вручал министр внутренних дел тупо, вот это торжественно. Поэтому на пятом курсе, когда получаете младший лейтенант, зарплата уже тогда будет более 20 тысяч, в районе 23 тысяч, наверное, на это, если обучение, ну, ставите сессию на тройке, а если на отлично, то где-то 26 тысяч. Вот, поэтому если вас привлечают суммы, вы решили там 5 лет отучиться, молодые люди отсрочить прохождение службы в вооруженных силах, потом уйти, то тогда нет, так уже нельзя. Как так раньше, да, пункты, то, что оплачивать, любили делать, учиться 5 лет, и все, потом куда-то уходить. Сейчас так проблематично. Ну, сейчас поменялись стандарты образования, поэтому у нас такой, наш университет пошел впереди всех, поэтому он эту программу, как бы, они сами ее написали, еще, по-моему, у меня один вуз, так, они смотрят на наш вуз и, как бы, да, на образец берут. Сейчас это, как бы, у нас называется эта дюнктура в гражданских вузах, это аспирантура, и факультет подготовки научно-научно-педагогических кадров. Сейчас у нас, раньше мы писали диссертацию, и целью дюнктура было написание защиты диссертации и присвоение ключевой степени кандидатурических наук, а сейчас мы будем писать, немного по-другому все это перестроено, это предусматривает написание диссертации, но мы также будем писать диплом по педагогике, и по окончании будем получать диплом преподавателя-следователя. Если не секрет, тема кандидатская какая у вас? У меня еще не выбрано, это не согласовано, я вот только вступила, это же нужно согласовывать с кафедрой. И после окончания динктуры, наверное, вы пойдете в какие-то научно-исследовательские институты? Ну, как перспектива можно остаться преподавателем в университете, при успешном окончании и защите диссертационного исследования, как вариант преподавательской деятельности.